Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире Творческая Мастерская на ОТВ и с вами Полина Бахова. Сегодня у нас в гостях Армен. Здравствуй, Армен! Здравствуйте! Армен изготавливает изделия из пластика. У него очень необычное ремесло и он нам немного расскажет о нем. Итак, с чего ты начинаешь? Ну, это 3D принтер, приобретался для личных целей. У меня был проект радиоуправляемая машинка и для него нужен был 3D принтер. То есть, чтобы сделать изделие из пластика, нужна специальная вот такая машина 3D принтер? Да, печатает из пластика. Пластик может быть любой. Учи нас, как им управлять? Ну, смотрите, в приложении выбирается режим печати, температура печати, плотность заполнения и много-много другое. Потом это все загружается на CD-карту, в 3D принтер, потом запускается с управляющего экрана. Давай запусти машину, чтобы она должна прогреться, ты мне рассказывал, да? Да, да. И пока ты расскажешь, откуда у тебя такое увлечение? Ну, я интересовался станками с числовым программным управлением. Вот это то, что управляет этим станком. Очень давно сначала у меня был фрезер с такими же возможностями. Потом, первое желание, вот, печатать все, что приходит в голову. Там захотелось какую-нибудь детальку и все, взял, смоделировал и распечатал. Ну, и накопил денег и купил, получается. Итак, что нужно, чтобы печатать? Какой материал? Пластик? Да, это клоопластик. То есть вот такая вот лента? Да, это нить. Нить? Да, оно бывает разных диаметров, но в основном используется диаметр 1,75 мм. Пластики бывают очень разные, их очень много, инженерные, обычные. У меня в данном случае была, есть еще ABS из распространенных, PG и так далее. Ну, очень много таких странных понятий, для нас непонятных. Хочется начать и увидеть своими глазами, что получается из вот этой ленты. Да, все, я сейчас запущу. Итак, он должен прогреться до определенной температуры. До какой? Сопло, то, что плавит пластик, нагревается до 250 градусов, там, ну, может быть больше, чуть меньше, это зависит от качества пластика. А стол нагревается именно с этим пластиком до 60 градусов, для того, чтобы была хорошая адгезия, чтобы при печати изделие не отошло от стола. То есть здесь должны быть температуры. Да, это очень важно, если там будет сквозитель или еще что-то подобное, с деталью будет проблема. А у него там в памяти ты уже программу завел на какую-то определенную деталь, изделие. Да, да, да. Вот есть 3D-модель, она превращается в код, просто в строчки. И эти строчки потом загружают сюда. Очень опытные люди, которые давно этим занимаются, могут редактировать этот код. Сами добавлять что-то, убирать, но обычные, смертные, так скажем, этим заниматься не могут. Поэтому за нас все делает программа. Итак, вот у нас уже аппарат начал автоматически сам что-то делать. Да. Сейчас экструдер очищает сопло, для того, чтобы потом печатать без проблем. Вот сейчас контур. Для того, чтобы мы заранее знали, где примерно будет деталь, и какого она размера будет. То есть здесь основная деятельность человека – это в программе задать ему правильную модель, чтобы принтер не ошибся при печати. Там очень важно соблюдать температурный режим, заполнение и так далее. Ну и следить потом при печати, чтобы ничего не сломалось, ничего там не отъехало и так далее. Все, уже началась печать. Где ты научился управляться с этой машиной? Ну, интернет и общение с людьми, которые занимаются этим очень долго, давно. Моделировать я научился в университете. У нас был такой предмет. И сейчас он слой за слоем будет накладывать? Да, да. Один слой размером 0,2 мм. Первые слои можно не заметить даже. Заполнение 30%, внутри будет такая сеточка. А можно задать ему программу и уйти пить чай? Обычно мы так и делаем. Иногда принтер может печатать огромные какие-нибудь вот такие вот вазы и так далее. Вот, например, вот такое изделие. Да, вот оно печаталось 5 с чем-то часов. 5 часов и у вас такая креативная, необычная баночка для карандашей. Да. Выполненная на этом аппарате. Некоторые используют 3D-принтер для своих целей, там, ручку от двери распечатать или еще что-то. А некоторые занимаются художественной печатью, печатают модели из игр, из каких-то фильмов и так далее, супергероев. Итак, вот час за часом у нас аппарат накладывал слои и получилась вот такая необычная фигурка рыбки. Сейчас мы вам покажем. Так. И можно сделать такое же изделие, но из белого цвета, вот этого пластика. Да, 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 пластик легко красится. Обычно баллончиком можно покрасить, если там. Это у нас можно использовать как брелок, например, да? Да, да, это и есть. Сегодня мы прикоснулись буквально слегка к очень необычному ремеслу. Мы сделали изделие из пластика. Конечно, в домашних условиях это сделать достаточно... Это невозможно сделать без специального аппарата, но, тем не менее, при желании этому могут научиться все желающие. Ну, а мы прощаемся с вами. Увидимся в следующих передачах. До новых встреч. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова